Евгения Ройзмана оштрафовали на 260 тысяч рублей по делу о так называемой дискредитации армии. С чем вы связываете такое решение суда? Я всегда говорил, что есть два способа более или менее себя обезопасить. Более или менее, подчеркиваю, потому что полностью себя обезопасить государственно-фашистского типа не может никто. Первое, это быть им необходимым. То есть уметь делать для них что-то, что не делает никто кроме вас. Ракеты, руководить производством, которое никто кроме вас не может организовать. Даже у идеолога есть такая ниша, потому что снимать идеологические фильмы для них тоже должны все-таки профессионалы. Одним словом, быть им реально нужным. Это не случай Ройзмана, как вы понимаете, потому что без всего, что делает Ройзман, ну, прежде всего, огромная благотворительная помощь населению, без этого они могут обойтись. А вот вторая штука серьезнее. Быть народным героем. Нужно написать, конечно, отдельное исследование о том, что такое сегодня working class hero. Working class hero is something to be, как мы помним из Битлов. Рабочий герой – это не обязательно человек популярный в массах, но это человек, доказавший свою незаменимость в качестве народного мэра. Человек, решающий в одиночку те вопросы, на которые должны вообще в идеале работать целые департаменты. Собирающий деньги на больных детей, трудоустраивающий тысячи беженцев или бездомных, или деклассированных. Дело в том, что, понимаете, в России же огромное количество людей, которые или без работы, или без жилья, или в результате судебной несправедливости лишились прав. Это все зона ответственности Ройзмана. Не говоря уже о лечении наркоманий, там с ним можно по-разному спорить. Ради богу, он к полемике относится вполне толерантно, но методы Ройзмана довольно жесткие, срабатывали там, где от человека отворачивались все. Я вспоминаю город без наркотиков. Это, конечно, грандиозная инициатива. К Ройзману можно относиться как угодно, и сам он этого не возбраняет. Я уже встречал такие мнения, что вот они все-таки боятся трогать поэтов, трогать писателей. Действительно, Ройзман был сначала выдающимся поэтом, потом перешел на замечательную прозу его книги «Личный прием». Это абсолютный бестселлер. Но я думаю, что главная функция Ройзмана все-таки – это делать все, что не доделывают власти. Это социальная защита населения. Он это делает чрезвычайно эффективно. То, что весь Екатеринбург пока не на улицах, это потому, что пока нет реальной необходимости выходить на улицы. Если бы Ройзман оказался в тюрьме, непонятно, что было бы. Поэтому они приняли такое соломоновое решение, взяли с него довольно щадящий штраф, который, я думаю, сейчас уже собран на данный момент. Хочу, кстати, предупредить всех, кто думает, что Ройзман таким образом кормит государство, что этот штраф пойдет на ВСУ. Понимаете, все деньги в России принадлежат государству. Не надо, пожалуйста, иллюзий. И то, что государство перераспределяет эти деньги в свою пользу, они и так были не наши. Хочу всех, у кого есть личные сбережения, ознакомить с этим неприятным фактом. Дмитрий Львович, но разве эта власть не борется с героями? Разве уничтожение героев не было ее делом номер один в течение последних многих лет? Видите ли, то, что она борется с героями, совершенно очевидно. Но народный герой – это особ статья. Вот я думаю, что у Яшина были, кстати, в этом смысле серьезные перспективы, потому что он все-таки в качестве муниципального депутата приносил довольно значительную пользу. Но со славой и авторитетом Ройзмана в Екатеринбурге в России сравнится мало что. Ройзман – герой города. Это один из тех людей, кто создает лицо города, его мероприятия, его беговые марафоны, его рейды на джипах, его огромная работа, как я уже говорил, по выявлению трудоустройства у людей, потерявших работу по вине абсолютно равнодушного к людям государства. Это не институция. Понимаете, в качестве муниципального депутата он бы никогда не добился ничего подобного. Он такой народный Робин Гуд, который выправляет, как может, несправедливости власти. И справляется с этим довольно успешно. Я не думаю, что сейчас такой герой, скажем, возможен в любом другом городе. Но Екатеринбург – это вообще довольно протестный город. Город очень непростой, который имеет огромный опыт скрытого противостояния государству. Скрытого, потому что он, в общем, вписан в систему Урал, опорный край державы, Становой хребет, все дела. Но это город скрытой оппозиции. Достаточно вспомнить Свердловский рок, гораздо более настоящий, более подлинный, чем московский и временами даже ленинградский. Это город трудовой. Был период, когда был город бандитский. И все это подробно описано в книге Алексея Иванова «Ебург», которая подробно раскрывает специфику Урала. Понимаете, Урал же… Вот, это очень важный момент. Что отличает человека, который работает? А Урал очень много работал. Именно с профессиональной традицией, с традицией производственного романа, уральской литературы, бажовского, мифа, кстати говоря, тоже производственного. В огромной степени связана сопротивляемость, резистентность этого района. Когда человек работает, у него есть достоинство. Когда он потребляет или перекладывает бумажки, или ходит в московские кафе. Ну, грубо говоря, когда он зависит от государства, когда он ничего не делает самостоятельно. У него есть определенная инерция потребления, консумеризма, инерция зависимости. Я не собираюсь сейчас унижать Москву в угоду Екатеринбурга. Я просто говорю, что у Екатеринбурга непростой характер. Городом с таким характером не так легко рулечь. У них есть навык сопротивляемости. И поэтому, когда против Ройсмана начинаются либо уголовные дела, либо клевета власти, Екатеринбург сдержанно урчит. Знаете, как медведь, которого лучше не дергать все-таки за уши. И я думаю, что реакция населения была достаточно хорошо известна людям, которые принимали это решение. Не считая Ильи Яшина, Ройсман один такой на всю страну? Это довольно своеобразная личность. Это довольно своеобразный опыт. Ну, была попытка у Фургала. Но Фургал, я думаю, все-таки в значительной степени воспринимался как представитель государства, не как представитель народа. У Ройсмана же есть звание, которого никто не оспаривает. Народный мэр. Он, не будучи абсолютно частью этой системы, не будучи чиновником, ни перед кем не будучи в долгу, он вот эту роль себе создал сам. И эту роль, которая требует от него огромной активности, огромной ответственности. Я не могу никого сейчас рядом с ним поставить. Вот пытаюсь вспомнить деятелей муниципальных или любых других, которые хоть отдаленно были бы с ним сравнимы. Нет, не нахожу такого человека. Знаете, в чем еще проблема? У Ройсмана огромная харизма, а Ройсман вообще очень впечатляющий тип. И он, за что бы он ни брался, у него получается. Он сделал единственный в России музей Невьянской иконы. Он собрал сам и сделал общедоступную потрясающую библиотеку, известную в частности тем, что, копаясь однажды в ней, я опоздал на самолет. А Ройсман вообще создатель, созидатель. И сколько бы там ни говорили про его криминальное прошлое, про его криминальные связи, вот никакая пропаганда против него почему-то не прививается. Ну, наверное, потому что он сам же, кстати говоря, мне в интервью сказал, ну какие криминальные связи, ну я вырос на Уралмаша, мог ли я не знать всех этих людей? Он этого не отрицает абсолютно никогда. А, собственно говоря, ведь Робин Гуд, понимаете, он тоже занимался невышиванием в свободное от работы время. Так бы то ни было, народный герой в России – это человек, у которого есть три составляющие. Во-первых, творческая харизма. Я уверен, что если бы не Ройсмановские блистательные стихи, если бы не его сильная проза, не его изобретательность, он бы не сумел создать столько работающих институций, он лишний раз доказывает, ну как Зеленский, то человек с творческим потенциалом – это оптимальный работник везде. Он умеет придумывать, он умеет творчески выходить из любых тупиков. Это первое. Второе. Безусловный опыт тюрьмы. Ройсман сидел, Ройсман об этом правдиво рассказал. Ройсман сделает все, чтобы больше туда не попадать. И Ройсман всегда очень активно помогал тем, кто отсидел и не может трудоустроиться. Мы не ошибаемся, говоря, что русский глубинный народ – это зэки. Хотя бы трехдневный опыт от ситки русскому борцу необходим. Может быть, на это сознательно шел Навальный, понимая, что герой без тюремного опыта ничего сделать не может. И третья составляющая – это огромный заряд социальной, не скажу социальной ориентации, ориентированности только на социальную защиту и социальную помощь, но четкое понимание абсолютной социальной беспомощности русского человека. Его дезинтегрированности, его полной неукорененности. Но вас никто не защитит. Понимаете, вот если у вас отжали квартиру, или если старуху выкинули на улицу, или если вас покалечили в пьяной драке, кто вас будет защищать? Все время россияне должны государству, должны все свои деньги, должны свою жизнь, когда оно произойдет. Но государству-то им ничего не должно. Это залог его величия. Это удивительная такая страна, которая считает себя великой на основании хамства. Вы приходите в любое учреждение, каким бы цифровым оно ни было, как бы оно ни было рационализировано, как бы вам там ни улыбались, вы все равно понимаете, что вы абсолютно беззащитны. Получение ли загранпаспорта, оформление ли дела с квартирой, рудоустройство. Кошка бросила котят, пусть, простите, спасаются, как хотят. Это же совершенно очевидно. Русский человек брошен в жизнь, как котенок в воду выплывет, хорошо не выплывет, невелика потеря еще на рожа. Вот социальная ориентация, помощь социальная русскому, беспомощному человеку, это то, на чем Ройсман построил свою, не скажу карьеру, но скажу судьбу. И это в огромной степени защищает его, как панцирь. Спасибо вам, что смотрите нас. Для того, чтобы мы продолжили свою работу, поддержите нас, оформите спонсорство или нажмите кнопку «Спасибо» под этим видео. Внесите свой важный вклад в борьбу с пропагандой и Путиным. Продолжение следует...